Привет, просветители! Несколько месяцев назад я снял ролик о самой опасной школьнице России. Девочка разместила не ту аватарку, и за ней в школу аж полиция приехала. Да еще и мать пригрозили на учет поставить. Тогда мне казалось, что ниже падать уже просто невозможно. Но прошло всего 6 месяцев, и оказалось, что случай с аватаркой просто цветочки. Всякий раз, когда происходит какая-то тотальная жесть, мне очень интересно смотреть на реакцию взволнованной общественности. Ну, и тех товарищей, которые борются с ювенальной юстицией. Наших детей хотят забрать, поэтому никаких справок в школу. И да, кстати, это мое право воспитывать ремнем. Переживают за права отцов-одиночек. Да этим женщинам дети вообще не нужны, им лишь бы алименты. Вот если бы ребенка оставляли с отцом. Кричат о традиционных ценностях и важности семьи. Детки, это самое главное. Задача государства поддерживать родителей. Но когда дело доходит до реальности, все чаще всего почему-то чудесным образом испаряются. Кроме тех, кто вроде как с институтом семьи и борется, если верить нашему ТВ. Ну, то есть проплаченные либералы, проклятые феминистки, пятая колонна. Список можно продолжать и продолжать. Ставьте нужное оскорбление. Сегодня западный выкормыш, завтра проплаченные либерда. А какого покемона выберешь ты? Голосую за соевых куколдов. Семья священная и нерушима до тех пор, пока А. Родители во всем соглашаются с государством и не поддерживают оппозицию. Иначе-то детишек можно и забрать. Б. Дети не проявляют никаких неправильных настроений в школе или в интернете. Какая разница, что родители Анечки пьют не просыхая? Тут Сережа, похоже, президента не уважает. Вы его страницу в ВК видели? Срочно родители на комиссию. Первый звоночек прозвенел в январе, Когда отцу предложили ответить за пропаганду пацифизма в семье. И на этом моменте мое поколение и люди чуть старше, наверное, чуть чаями захлебнулись. Не надо есть и пить во время просмотра моих роликов. Это опасно. Я предупредил. Мы вот 1 сентября ладошки обводили и к земному шару приклеивали. Ну, знаете, миру мир больше никогда пропаганда пацифизма. Не, ну вот если была бы пропаганда милитаризма, то, конечно, дело другое. В Новосибирске на директора частного нового колледжа Сергея Чернышева Пожаловались региональному полномоченному по правам детей. Поводом стало то, что преподаватель прививает ценности пацифизма своему сыну Федору. Ну, как вы понимаете, такое терпеть просто невозможно. Вы только представьте, рассказывать ребенку, что война это плохо, а мир это хорошо. И что убивать других людей нельзя. Это вообще как? И это вместо того, чтобы учить сына задорно руку вскидывать и кричать «Я русский». Я, кстати, немец. Ну, как в Татарстане учат. Сейчас это не говорит нисколько о вашей национальности. В смысле в том, что он гражданин Российской Федерации, какой вы все являетесь, я надеюсь. Что у нас мало как патриотовцы из нас сидят, оказывается. Поднимайте руки вверх. Я русский. Полчок должен быть. Мне там. Вы надо. Большое дело. Раньше на меня жаловались исключительно за то, что я плохой директор колледжа и школы. А теперь возмущенная общественность наконец поняла, что я еще и плохой родитель. В общем, как следует из письма о полномоченном по правам ребенка, мои грехи как родителя Федора состоят в том, что я прививаю ребенку ценности пацифизма. Свозил его на каникулы во вражескую Грузию и рассказываю ему о бомбежках мирных городов соседней страны. Помогите, Надежда Николаевна. Ребенок погибает. Завершается письмо. Не, ну чисто моя позиция. Отца, конечно, нужно расстрелять. Потому что сегодня ты за мир, а завтра Байден твой кумир. Надеюсь, вы все понимаете, что это все звенья одной цепи. Но здесь, как говорится, все отделались просто легким испугом. Чего, к сожалению, нельзя сказать о главных героях этого видео. Кто-то боится не сдать ЕГЭ, кто-то и в 40 лет опасается оказаться беременной в 16, а вот я теперь боюсь нарисовать что-нибудь не то на уроке ИЗО. Хорошо, что у меня уже нет уроков рисования. Но это, конечно, не повод расслабляться. Все началось в апреле прошлого года. Тульская область, 6 класс, урок ИЗО. Задание нарисовать рисунок в поддержку российской армии. И уже тут у меня возникают вопросы. Да, потому что я проплаченный Америкой Либерасня, предатель и дальше по списку. Видишь, дорогой, тебе даже комментарии писать не нужно. Я сам все сказал. Возьмем статистику в ЦОМ. Ее пока еще можно публиковать. Надеюсь. По этой статистике 20% россиян не поддерживает военные действия. То есть каждый пятый. И если что, это миллионы людей. Логично предположить, что часть из них имеет детей. И возможно даже... Вот сейчас прикройте свои ушки. Воспитывает их в духе пацифизма. Интересно, я могу косплеить Макалея Калкина? Павел, вы такой юморист. Боже, боже, продолжайте. Да, я знаю, таких нужно лишать родительских прав. Мы к этому еще сегодня придем. Поэтому заставлять всех детей рисовать подобные рисунки, ну, как бы, наверное, не особо педагогично. То есть, конечно, мы единая страна, все друг друга поддерживают. Но есть данные в ЦИОМ, как бы мы к ним ни относились. И они такие, просто здравствуй, просто как дела? Далее мы переходим в зону повышенной турбулентности. Потому что не показать рисунок Маши, не толком описать его я не могу. Потому что свобода слова. Два флага, российский и украинский. Две надписи, из-за которых я могу штраф получить. А между ними женщина с ребенком и летящие ракеты. Согласен, мерзость. Надо было к чертовой бабушке спалить кабинет, в котором этот рисунок появился. Но учительница ИЗО оказалась не такой суровой, как я. Пф, куда уж этим мамешкам. И всего лишь отправилась в кабинет директрисы, которая и вызвала полицию. Когда в мою школу старшеклассник нож на урок притащил, у нас так оперативно полицию не вызывали. Что после этого началось, рассказывает Алексей. Педагог побежала к директору, та вызвала полицию. Учитель рисования сразу пригрозила дочери, поэтому когда приехали сотрудники и ждали ее у входа, спрашивая всех детей фамилию и имя, она сразу поняла в чем дело. Ей удалось ускользнуть, она назвалась чужой фамилией. А вы говорите, что в России сценарии к фильмам не умеют писать. Да здесь Джеймс Бонд отдыхает, шестиклассница от полиции убегает. На следующий день, по словам Алексея, он как и обещал, пришел в школу и сидел там около двух часов. В коридор вышла директор, увидела его и тут же вызвала полицию. Машу сняли с уроков, вывели в коридор, отцу стали показывать тот самый рисунок. Повторю, удивляюсь доброте администрации школы. Надеюсь, хоть полицейские с дубинками приехали. Мне стали говорить, видите, чему вы учите ребенка, посмотрите, что она нарисовала. Я говорю, что особенного произошло, она выступает против войны, против кровопролития, что в этом такого. Они составили протокол, позвали понятых, учителей, те подписались, нас повели в машину, ученики наблюдали из окон, будто террористов ведут. И хорошо, теперь остальные ученики поймут, что бывает, когда у тебя неправильное мнение. Пусть с детства привыкают, художники малолетние. На страницах мужчины в Одноклассниках и во Вконтакте нашли комментарии в поддержку Украины и картинки с карикатурами на Владимира Путина. На Москалева составили протокол по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. А до рисунка девочки всем на эту дискредитацию было как бы все равно. Ну, я просто уточняю. Мы вышли из суда под вечер, рассказывает Алексей. Дочка была голодная и заплаканная, ее трясло. Я сказала ей, Машенька, успокойся, суд состоялся, меня штрафовали, теперь от нас отстанут, все позади. Она сказала, я боюсь ходить в школу, но я убедил ее, что волноваться больше не о чем. Я вот Машу очень хорошо понимаю, мне 36 годиков, но я до сих пор боюсь попасть в современную российскую школу. На следующий день Маша пошла на занятия. Вскоре ее отцу позвонили. Алексей Владимирович, вам срочно нужно явиться в школу. Вашу дочку забрали сотрудники ФСБ. Я уверен, друзья, что многие из нас учились в классе с не самыми примерными сверстниками. Кто-то курил в туалете, другой уроки срывал, третья стрелку за школу устраивала. Я вам уже как-то рассказывал, как девочки из двух пятых классов настоящий махач устроили из-за шестиклассника. Любовь страшная сила. А теперь, внимание, вопрос. Кого из этих нарушителей дисциплины из школы сотрудники ФСБ забирали? И я вам отвечу, Машу Маскалеву. Я спросил, где моя дочь? Ответили, что она в соседнем кабинете. С ней проводят беседу. Три с половиной часа они рассказывали мне, что я неправильно воспитываю ребенка. Говорили, ее у меня отнимут, а меня посадят. Предлагали, чтобы Маша возглавила какую-нибудь молодежную команду в поддержку российских войск. Но я ласково отказался. У нее много занятий и кружки. Времени не остается. Ребенок выразил свою позицию, которую на минутку поддерживают миллионы людей. Ну, либо запретить опросы в ЦИОМ. Это не я придумал. А давайте-ка ее лидерам какой-нибудь молодежной команды по поддержке российских войск сделаем. А давайте. Звучит как отличная идея. И вот на этом моменте я предлагаю остановиться и послушать другую версию развития событий. А она, эта самая версия есть. И вот здесь у журналистов ОВД-Инфо, признанных в России иноагентами, стоило бы поучиться настоящим профессионалам из Rush Today и прочих уважаемых мест. Скажите, вы сами можете поверить, что из-за рисунка вызвали полицию? Такое в принципе быть не может, считает директор. Это бред. Рассказывать такое про школу преступление и нанесение удара по авторитету учителя, которому 87 лет. Если бы мы сейчас не находились в реальности, в которой за фейки российской армии можно попасть в тюрьму на срок больший, чем за убийство, я бы не поверил. Но сейчас я ни в чем не уверен. Бедного несчастного ребенка втягивают в интригу. Я не понимаю в какую и зачем. Про Маскалева Алексей и так все всем давно известно. Им занимается ФСБ. Я не могу давать никаких комментариев. Считаю, что перекладывать вину на школу это неправильно. Девочка не посещает школу почти год. Какие могут быть вопросы? По словам директора, и никаких рисунков никто не рисовал. Ну а если рисовал, то спрашивать надо у учителя ИЗО. А она комментариев не дает. Кстати, по поводу рисунка. Это апрель прошлого года. А заговорили об этой ситуации только в феврале 2023. Вопросики. То есть в школу приезжает полиция, потом ФСБ. И никто об этом не говорит? Никто эту ситуацию не освещает? По-моему, достаточно странно. Во всей этой ситуации вообще сплошные вопросы. И ко всем. В итоге этот ролик закидают какахами просто все. Нет, ну серьезно. Если за обычной шестиклассницей в школу аж ФСБ приезжало, почему об этом никто активно не говорил в прошлом апреле? Утром 30 декабря мне позвонили в половине седьмого утра. Что-то бормотали в трубку, рассказывает Алексей. Я собирался на работу. Высунулся в окно и обомлел. Вокруг дома стояли три полицейские машины. Еще две машины стояли с торца. Чуть дальше машина МЧС и пожарная. Человек 12. ФСБшники и несколько полицейских вышли из машин и направились к нашему подъезду. У них была болгарка. Я сразу понял, что это к нам. Слушайте, если бы детям алкоголиков, наркоманов и домашних боксеров ФСБ столько внимания уделяло, мы жили бы в совершенно другом мире. Деньги изъяли. Вместе с ними все документы и технику. Компьютер, мобильные телефоны, даже старые кнопочные. Сфотографировали машин рисунок. С надписью, которую я не могу озвучить. Повторяю, свобода слова. Днем закрыли в кабинете на два с половиной часа. Включили на полную громкость гимн России и ушли. Стены тряслись. После этого у меня схватило сердце. Они испугались, что я там помру. Вызвали скорую. Врачи измерили давление, дали две таблетки, сделали укол и уехали. После этого ФСБшники мне показали комментарий дочки во ВКонтакте на пост о том, что наши ребята погибают, не жалея своей жизни. Маша пишет, а за какую сумму они там погибают? За 200 тысяч в месяц или чуть больше? И уже в марте этого года началось все то, о чем вы наверняка слышали. Отца отправляют в следственный изолятор, а девочку в реабилитационный центр. Ну а где еще ребенку быть? Ее воспитывает один папа. Но самое интересное происходит потом. Мужчину отправляют домой. Домашний арест. Но вот дочь ему не возвращают. Как я считаю, это произвол со стороны комиссии. Папа не лишен родительских прав. У нас по семейному кодексу дети имеют право проживать с родителями, говорит адвокат. Это если родители правильно воспитывают своих детей. А так-то всем понятно, что в детдоме лучше. Правда, что там происходит с Машей, не знает никто. Ну, кроме работников приюта. Созваниваться с отцом нельзя. Тут я полностью поддерживает решение. Вдруг еще один рисунок накалякает. Ни на какие вопросы центр не отвечает. И я сейчас даже не про журналистов говорю. Местные депутаты пытались связаться с девочкой. И что в итоге? Никакого вразумительного ответа. В первый раз я пошла туда 3 марта, когда узнала в следственном комитете, что Машу папе не отдали. Хотя следователь сказал, что никаких препятствий для девочки быть с папой они со своей стороны не видят. Говорит депутат Подольская. Тогда мне не удалось ни с кем увидеться. Я оставила свой номер телефона. Сказала, что хочу поговорить, пообщаться по поводу Маши. Мне не перезвонили. Во второй раз депутат сумела передать телефон. Но дошел ли он до Маши, никто не знает. Не отвечает ни старый, ни новый номер. Не, ну согласитесь, вся ситуация смотрится абсолютно нормально. Никаких вопросов при живом отце, девочка в детдоме. Адвокат Владимир Беленко рассказал, что заседание решения Алексея Маскалева родительских прав назначили на 6 апреля. До этих пор Маша будет находиться в приюте. В неизвестно каком состоянии. Забавно, если здесь конечно можно применить это слово, что никто официальной достоверной информацией делиться не собирался. Отца лишают родительских прав, потому что девочка не ходила в школу. Тут же появляется информация, что она была переведена на домашнее обучение. Кто говорит правду, неизвестно. Маша имеет право звонить. Ее никто в этом вроде как не ограничивает. Но дозвониться до нее невозможно. Всем известно, что семья проблемная. Но уже буквально в следующем абзаце говорится, что на учет семья попала уже после Машного рисунка. То есть до этого все нормалек все же было. И именно рисунок стал последней каплей. Согласен, некоторые вещи нельзя прощать. Радует, что нашлись люди, которые могут не только рассуждать о традиционных ценностях, но и бороться за них. Но знаете, дети живут вместе с родителями. А не в приюте. Историю освещают журналисты. На ченчорк появилась петиция. Кстати, ссылку на нее оставлю в описании. Да, я знаю, что в нашей стране эти петиции не имеют никакой силы. В России много чего законной силы не имеет. Но показать, что огромное количество людей возмущены этой ситуацией, просто необходимо. Потому что в данном случае огласка единственное оружие. Возможно, претензии к отцу оправданы, если девочка действительно не училась нигде целый год, даже дома. Если это так, то да, это максимально странно, и органы должны были вмешаться. Но ни в одном материале не говорится, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к дочери, что он для нее опасен. Приют точно лучше? Напомню, отца родительских прав не лишили. И вот это самая важная информация во всей этой ситуации. Это единственный момент, который мы знаем точно. Мы не можем утверждать, что рисунок был или рисунка не было. Мы не знаем, жаловались ли учительницы ИЗО или все-таки нет. Потому что здесь слово отца девочки против слова учительницы и директора. Кому верить непонятно. Мы даже не знаем, приезжала ли полиция, потому что никто не хочет официальную информацию предоставить. Но мы точно знаем, что в настоящий момент семью разлучили. Отец не лишен родительских прав, но дочь он увидеть не может. И вот это вот объективный факт. Повторю, вся информация, которая окружает эту ситуацию, максимально странная. С одной стороны, либеральные СМИ везде рассказывают только про рисунок. А про то, что девочка в течение года школу не посещала, как утверждают официальные лица, практически ни слова. С другой стороны, те немногие официальные СМИ, которые решили все-таки хоть что-то написать об этой ситуации, просто утверждают, кого в нашей стране могут за рисунок преследовать. А можно я на этот вопрос не буду отвечать? Только 13 марта, то есть спустя почти полмесяца, была озвучена хоть какая-то официальная информация. Дело в том, что и отец не исполнял своих обязательств как родитель. Девочка в течение года не посещала школу. Это основная причина, по которой рассматривается судом лишения его родительских прав. Мама, с которой отец в разводе, не лишена родительских прав. Суд будет рассматривать, способна ли мама исполнять свои материнские обязанности. Сейчас девочка находится в интернате. Относительно условий претензий нет. Никто не говорит о том, что ребенок будет брошен на произвол судьбы. Заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Чем вся эта ужасающая ситуация закончится, мы, похоже, узнаем только в апреле. А до этого момента девочка будет находиться в приюте и без отца. Вот такие новости. Друзья, если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк. Так оно наберет больше просмотров. Если вы готовы поддержать мою деятельность на ютубе, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Бусти. Кстати, сейчас на экране вы видите имена самых топовых товарищей. Огромное спасибо за поддержку. Не забывайте подписываться на мой телеграм. Там все новости об образовании появляются гораздо быстрее. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.